Восьмая миссия культуры с скалистой горы. Викинги ждут в этой стране вашей помощи. Оставшиеся же должны были продолжать поиск небесных камней. Конум послал вперед небольшой отряд разведчиков, который должен был разведать, как перебраться через горы. Много дней и ночей мы ждали возвращения разведчиков, и наконец они вернулись с радостными лицами. Они нашли достаточно низкий перевал в горах, через который можно перейти с женщинами, детьми и всем нашим скарбом. Правда, неподалеку от перевала жили краснокожие. Форфил, главный разведчик, не смог выяснить, как они отнесутся к викингам, и решил не соваться к ним малыми силами. Он оставил рядом с их деревней часть своих разведчиков, но, к сожалению, у них недостаточно пищи, а охотиться они не могут, потому что излишним шумом могут привлечь внимание индейцев. Нам нужно как можно быстрее добраться до них и встретиться с вождем индейцев. Эта миссия значительно проще, чем предыдущая. Ее можно пройти без войны. То есть цель миссии доставить в склад на юге карты 20 единиц еды и 10 копий. Переграждает нам путь деревни индейцев. Можно их всех вырезать, но это более геморройный путь. А можно через экран дипломатии передать им 20 кувшинов пива, и тогда они нас пропустят. В общем, вот будем действовать старым методом, мирным методом. Намного проще. Ставим 4 палатки сразу, потому что у нас 4... У нас 4 женщины, которые могут рожать. Так, всех мужиков сделаем строителями. Вот и ставим 4 палатки. Раз, два, три, четыре палатки. Пошли. Постараемся сделать максимально компактный небольшой городок, потому что для выполнения задач этой миссии нам не обязательно строить большое поселение. Там мы не будем добывать железо. Вот это вот. Пойдёмте без этого. Филим народ. Эти палатки приказываем им жениться. Свадьбы играются. Так, дальше ставим ферму сразу, как можно быстрее. Ферма пошла. Строителей много, можно сразу и дом лесоруба здесь вот воткнуть. Блиссоруба, да. Блиссоруба, да. Женщинам сразу приказываем рожать мальчиков. Так, ферма построена. Сделаем одного из строителей фермером. В принципе, можно сразу двух сделать, на самом деле. И вот этого тоже можно сделать фермером. Так. Дом лесоруба мы поставили. Но лесоруба можно... Нет, лесоруб тоже должен быть всё-таки... Должен быть... Иметь дом. Иметь дом должен... Вот этот чувак у нас будет... Списорубом. Так, давайте поставим глинодельню. Без глинодельни мы не сможем строить... Не сможем строить большие дома. То есть глиномес должен прокачаться... До глинодельни. Так, у нас три строителя бездельничают. Надо какую-то работу им дать. Что они строят? Строить-то по большому счёту нечего. Второй дом лесоруба. Да нам, в принципе, одного, наверное, хватит. Так, глинодельня готова. Так, и вот на данный момент, в принципе, строить больше нечего. Нам сейчас надо ждать, пока... Прокачаются чуваки. Давайте третьего фермера я сделаю. Третий фермер, да. Так, уже можем ставить мельницу и... Мельницу и колодец. Мельница здесь будет, а для колодца... Нам нужно прокопать... Копать в поисках воды вот здесь. Четыре строителя это оптимально для строительства по одному... Одновременно одного здания этого достаточно. Четыре строителя, да. У persecution Покачивается Копать Ставим колодец. Так, одного из фермеров делаем мильником. Так, дальше ставим столярную мастерскую. Так, будет здесь. Субтитры создавал DimaTorzok или колодец. Субтитры создавал DimaTorzok Плесорубы переводим в столяры. Да, он освоит искусство столярного дела. Он может построить большой дом. Палатки, может быть, я даже и снесу. Так, что дальше строить? Слез шамник, каменоломник, гончарный, это мне все не нужно. Пока просто ждем тогда. Нужно ждать, пока мельник освоит мастерство и станет, сможет стать пекарем. Тогда поставим две пекарни. Нам даже надо еды, довольно много будет создать. Две пекарни поставим. Так, длинномест нам по большому счету не нужен больше. Поэтому его мы делаем фермером, пожалуй, тоже. Отдельно больше не нужна. У меня уже подрастает поколение. Отличным снова рожать мальчиков. Так, можем ставить пекарни. Так, ставим пекарню здесь. Вторую можем, вторую. Раза, раза. Ну-то вот здесь я не могу поставить. Я вот не понимаю, почему здесь столько места. Но почему-то я не могу там поставить пекарню. Поколение здесь поставить вторую. Так, одного чувака лесорубом делаем. Так, два чувака. Так, думаю, что не могу. Так, два чувака. так запускать или пекарню мельника переводим в пекаре так ему обязательно надо носильщика дать так любого фермера делаем ником а сколько у меня строители у меня строители до хрена одного из них делаем носильщиками пекарни еще одного надо будет сделать фермером вот эти ли делал так мы за построили вторую пекарню там надо ждать пока медник прокачается до пекаря она просто стоит у нас так мы можем дом копейщика уже поставить ставим дом копейщика так хоть пекарей нет во второй пекарни на носильщик я туда уже поставил он начал потихоньку стаскивать муку воду ранее а а потом копейщика готов лера переводим вооружение что он копии изготавливал так и нам надо большой дом уже ставить я будь здесь большой дом главное чтобы все кто занят в производстве еды чтобы они были женами из домами правда женщин надо еще родить их мы еще даже не рожали у нас свободных женщин нету да не хватает с начнут бродить по окрестностям в поисках ягод это плохо вон уже они ну да кто-то уже довольно далеко от отходила деревне ведь растут ман войны убран значит кто-то уже искал там ягоды даже дети голодают уж так мельник у меня освоил владение может стать пекарем так пекаря пекарню вторую я запустил как этого чувака делаем мельником строили большой дом то у нас тут бездомный те кто занят в производстве еды и должны быть жить дома как носильщика так вот носильщик уже уже заселил теперь нужно еще женщины чтобы для них выросли так ну давайте фермера этого фермера тоже в дом заселим так двое двое выросли у меня также женщина приказываем рожать девочек я я я ингиды не хватает друзья проблема сейчас голод может начаться вон они видите уже куда ходят за ягодами так не нужен разведчик чтобы он указатели ставил указатели вот туда куда они ходят чтобы они там не заблудились голод начался из-за того что мы это быстро детей рожаем женщина на 1 ребенку хоть четыре единицы еды поэтому и вот история корни не справляется и и и и и и и и строители бездельничают так вот селянин бездельничать надо его насильщикам сделать допустим давайте купим его за складом и укажем на складе чтобы было минимум 10 10 копий уж нам именно 10 копий нужно будет отправить на склад на юг карты вы как далеко они уже за и за едой уходят беда а вот здесь вот еда в принципе есть смотрю нет глинодельно нам не все равно не понадобится а я детишки вроде делаются они делаются по мере того как женщины стаскивают еду в палатке окно еда в пекарнях есть принципе эти мы можем уже пивоварню ставить ну понятно что дело сейчас не до пивоварни нам сейчас это там сейчас лишь бы еду и обеспечить но все равно пивоварня достать так строим пивоварню у меня строителей ухты 5 строителей я и и и и и так я не вижу чтобы носильщик складывал паскивал копии хотя бы как давайте ему укажем качестве центра рабочей зоны дом копейщика что он копии стаскивал коньку ставлю на склад так построили пивоварню но там пока некому работать но я могу в принципе одного из строителей делает там носильщик давайте закрепим он уже заранее начал туда стаскивать воду и зерно в принципе строить то нечего по большому счету так носильщик начал потихоньку на склад копии стаскивать так давайте еще один большой дом поставим так слава богу голод у нас закончился больше угрозы нет пока что раз просто ждать когда вырастут дети мне нужно побольше носильщиков на склад сделать а из ну и главный пивоварню конечно запустить не нужно нет или Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Шанчарль Огончарную ДимаTorzok 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 АхwonTorzok ДимаTorzok 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 кай тренируется становиться торговцам в будущем солярная тоже не нужна больше что они там достроят эту колодию сколько можно почему мне в мельнице никто не работает я не понял фута я забыл фермера назначить мельником как этот мельник вон у него дом есть хорошо как какого-нибудь строители тогда селым фермером второй колодец запустили воду он дает хорошо так 12 пива на складе как будет 20 так мы и задобрим сразу индейцев мир я на это рассчитываю а копий 10 штук уже стаскали хорошо хорошо так вырос еще один чувак тоже делаем его носильщиком в будущем их сделать быстренько торговцами и отправить товар и этого тоже делаем носильщиком на складе это больше ничего по большому счету так носильщиков уже некуда ставить ну пускай будет носильщик на на мельнице максимизировать ее эффективность у нас сейчас муку он не успевает делать разгребают ее так на складе уже 22 пива все открываем по 22 пива накопили открываем окно дипломатии краснокожие чтобы стать нейтральным они требуют 20 20 пива на складе 25 он никогда ни за что не изменит отношение к вам краснокожие нейтрален все они нейтральны теперь через их территорию можно пройти мы отдали им пиво теперь надо просто теперь нужно указателями проложить маршрут на юг моим вот этим моим разведчикам и отправить товар и в принципе все так у нас количество еды растет я надеюсь пока 10 еда и дачу не очень-то растет заметно еды все равно немножко не хватает а еда должна быть на складе да и оставьте разве . еда должно и уйду нужно будет тащить со склада правильно же правильно пусть и пивоварня мне больше не нужно давайте поставим построим лучше построим лучше еще одну ферму еще одну ферму и еще одну еще один одну пекарню да потому что еды что-то как все равно у нас не растет количество еды ставим еще одну ферму и нибудь есть что ли давайте еще одну ферму ставим может пекарню надо поставить они давайте не ферму а пекарню еще одну пекарню блин далеко это далеко где вот ее ставит здесь что ли придется здесь ставить давайте здесь еще одну пекарню туда и там же надо будет тогда еще одну мельницу поставить игры ферму точно ставим указатели до самого юга на карте где нам нужно будет это до склады короче на юг карте картов культуры конечно огромные как эти огромные так вот деревне фермеров по идее не до индейцев по идее не должны напасть куда вот он пошел а там речка что величие да не помню куда он пошел ну да они нас не нападают видите да там то ли река то ли озеро это производство копий ну да у нас пищу на производство копий у нас куда древесина уходит из-за зданий что ли у нас нет обуви для викингов поэтому викинги ходят конечно очень медленно долго будут они тащить продукты так давайте укажем носильщикам чтобы они стаскивали еду и корин укажем зону работают именно в районе пекарен разведчик проголодался будем надеяться что по пути где-нибудь будут ягоды а то он так не дойдет а вон ягоды вижу на востоке я Пшеницы не хватает, не могут они ферму достроить. Так, производство пива надо останавливать, чтобы не переводить зерно. Остановил производство пива. Так, разведчик пусть как следует покушает в раз и навсегда больше до конца миссии, чтобы не надоедался своим голодом. Пости ягоды объезд здесь. Так, построили третью пекарню. Так, пивовара с носильщиком переводим в ту пекарню. Пива нам больше не понадобится. Так, здесь надо, ну колодец можно не ставить, а вот ферму точно надо поставить. Ферму и мельницу здесь. Так, ферму ставим и мельницу тоже. А кто на них будет работать? Интересно. Интересно. У меня рабочих рук столько нету. Да. Значит, придется кого-то родить снова. Так, начала еда потихоньку на склад стаскиваться. Это радует. Так, мне придется родить. Значит, трое на ферме будут работать, один мельник, четверых надо родить. Придется снова рожать. Ничего не поделаешь. А, подождите, у меня же строители есть. Они будут не нужны. Да, три строителя, они будут не нужны, в принципе. После того, как мы все построим. Я. 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 Так, накормили до отвала этого разведчика. Идуем дальше на юг. Через кусты он медленнее движется, обратите внимание. По горам через кусты они идут медленно. Я. 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 Так, построили ферму. Так, ставится мельница. О, холодец можно не строить. Я только. Так, минимальное количество еды я же ставил. Так, еда. А, я не указывал минимальное количество еды, которое должно быть на складе. 20 единиц ставим, а желательно 25. Открываем. Ну, давай. Да, они... Какой. Все? Это валют все. Да. Если. Опять. Ведет. Это валют. Да. Я. 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 Простите, под спуск? Под спуском намного быстрее идёт, чем... чем по ровной поверхности, или уж горы тем более. Так проработано всё. Из мельчайших деталей. Так, сколько еды на складе? Семь. Еда очень медленно накапливается, к сожалению. так опится медленно так построили мельницу так ну давайте вот этого фермера делаем мельником одного из строителей мы делаем вернее трех строителей мы делаем фермерами фермерами вот на этой фермер в принципе сейчас у нас получается три пекарни уже запущена уже ли этого будет мало ставьте разведчикам 20 корзин еды я не понимаю написано пока 10 мы вообще-то 0 доставили вот на этот склад нужно доставить еду я а там уже 10 единиц еды есть значит надо 10 единиц только доставить получается я когда еще проще все я так мы проложили мы указатели до этого склада по идее можно уже начинать торговать давайте попробуем двух носильщиков сделать торговцами и отправить туда отправить их туда так вот этого типа делаем носильщикам торговцам вернее суда тащит так вот он стал торговцам как склад один вот этот слад 2 это тот так а где указано что что он должен таскать то я не пойму что я не понял а где указать подождите чем потащил он не тащит ничего тащить тележку блять в ней ничего нету куда-то пошел что я не понял там должен быть выбор товара какой он должен тащить так вот еще раз делаю склад один указываем этот лад 2 ему указываем тот ну почему-то и не нету предложения что он должен какой товар он будет отправлять что бред какой-то я не понял он пустую тележку тащит и до 14 хрен его знает давайте у него нету ничего в тележке ты за бред как ну-ка вот еще одного носильщика я сейчас значит делаю торговцам я не понимаю что происходит он тащит пустую тележку и мне у меня не было вы варианта выбора какой-то каким товаром я буду торговать и так склад 1 клад 2 и где где вариант выбора товара и вот он потащил пустую тележку опять еды 19 еды и он пустые тележки возит блять чё за бред слушайте тот склад мой тут значит по другому как-то работает смотрите я кажется понял я кажется понял надо вот на этом складе указать вот на этом складе указать что должно быть 20 еды все и до меня дошло для меня дошло как это работает надо на складе указать что должно быть 20 еды и 10 копий и вот тогда они сейчас будут вот все это вот то что я думал это при торговле там надо указывать какой товар на что меняешь и при торговле с другими племенами а это мой склад просто нужно указать что на нем должно быть если они сами будут и они сами будут возить просто у меня теперь получается 222 торговца ушли впустую пустыми так указываем тогда вот эти вот этих тоже делаем торговцами он пока не дотащит товар он не будет торговцем так вот он стал торговцем отказываем склад 1 склад 2 и он сейчас должен быть еду загрузить как я понимаю ну ка если он пустую тележку тащит я не понимаю что происходит они не возят еду более того на том складе еда наоборот уменьшать то что она съедается я не я не знаю что делать чему они пустыми катаются он ничего не везет просто товары тут указаны пищи лица посуды масла мебель а там какой спросом товары никакого спроса нету товары я боюсь уже этих носильщиков делать торговцем том что они просто херню занимаются так вот я еще одного торговца сделал я я о повез повез короче друзья я понял я запаздывал то есть короче все правильно я просто указал что на том товаре должна быть еда и и копья сейчас они повезут все нормально так этого типа тоже делаем носильщик торговцем вернее все сейчас все будет нормально так вот он стал торговцем они короче сами разберутся чё надо везти вот второй повез еду видите все процесс пошел процесс пошел пока минут минут шесть-семь наверное миссия будет пройдена они правда часть еды с этого склада сами съедают видите это когда ты торгуешь с другими племенами там надо указывать какой товар на что-то что на что-то меняешь а тут просто задал между какими складами курсирует а дальше выставляешь вот эти вот вот цифры сколько товаров на каком спать должно быть вот он приехал сейчас он должен либо с едой либо с копьями выехать он отдыхает наверное отдыхать лег что твой везут еду я вижу а сумма за поспит и посмотрим чем там он там возьмет так вот он поспал опять слег с почти и на 5 лёг спать что-то как не надрыхнется так вот он повез еду опять лице короче процесс пошел копья не взять не хотят а а вот он взял видите он не в перемешку взял и еду и копь и два копья он взял 77 копий 7 еды и 3 копья по 10 единиц товара они за раз перевозят так доставьте разведчикам 20 еды что они еще не привезли что ли вот они только везут еда потихоньку съедается с этого склада так привезли еду так привезли еду теперь 11 он еще везут должен он еще везет есть как быстро это он под горку видать под горку видать смотрите как быстро двигается пусть а у нас еда то на складе не заканчивается у нас насильщиков то нету кто будет эту еду таскать черт так у нас есть один селянин делаем его срочно носильщиком на склад так этот копья повез вот и указываем ему указываем ему соответственно центр работ поближе к пекарне они все едут и выгребли так вот этот тип везет 4 еды всего а ну в принципе все равно хватит все равно хватит сейчас мы привезем уже хватило все сейчас они везут здесь уже 16 еды там чувак сейчас привезет вот везет и там везут все нормально и 6 копий уже привезли а теперь я понял как это работает тут видите про вся фишка была просто в интерфейсе разобраться кстати как работают склады это все в руководстве пользователя указано оно хоть и на немецком но с помощью там google переводчика вы можете pdf документ перевести вот я просто вспомнил как это работает да по переводу по руководству так нам надо 4 еды и 4 копии привезти вот этот тип везет 7 еды и 3 копья блин одного копья не хватает чтобы миссию завершить у этого зато навалом копий все сейчас нормально все будет минуты через две-три закончим сейчас он сразу видите перекусил так еду мы уже собрали осталось копии привезти миссия пройдена копья едут вот нет это не копии вот копии едут сейчас мы под горочку покатиться миссия пройдена грубо говоря в этой миссии мы наконец-то поняли как работают склады впервые по-нормальному миссия выполнена должно быть нас хранил аликс нам удалось подняться к вершинам гор и спуститься на большое плато я никогда не бывал так высоко и мне казалось что отсюда рукой подать до жилищ богов интересно можно ли подняться в жилище богов к сожалению конумг решил не выяснять это потому что у нашего путешествия была другая цель всем спасибо всем пока